Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои весы, мы с вами делаем расклад на два месяца. На август и сентябрь. Дорогие мои весы солнечные, лунные, а также у всех у тех, у кого асцендент в весах, сейчас мы посмотрим ваши четыре основные сферы жизни. Но я еще предлагаю вам посмотреть у меня два расклада. Если вы солнечные весы, посмотрите еще, кто вы по асценденту и по луне. Для этого вы открываете в поисковой строке в интернете и пишите натальная карта. Там выйдет несколько сайтов. Проверьте свои данные на нескольких сайтах, потому что там бывают погрехи. Ну а кто хочет лично ко мне обратиться, пожалуйста, вайбер, ватсап в описании к этому видео. Я могу сделать вам астрологический прогноз при рождении и также астрологический прогноз могу сделать на год. Дорогие мои весы, у вас будут, начинаются дни рождения, которые будут в сентябре месяце. Конец сентября – это ваши дни рождения. И я, конечно же, вас поздравляю и желаю всего-всего самого-самого, что ни на есть лучшего в этом мире. И давайте смотреть. Весы – очень хороший знак, легкий знак, надежный знак. Я вас всех очень-очень люблю. Давайте посмотрим. Весы – четыре сферы жизни. И пока я тасую карты, хотела бы сказать, дорогие мои весы, рекомендую вам посмотреть у меня еще на канале плейлист. Называется «Праздники ритуалы». И там вы найдете два интересных видео для себя. Первое – это день рождения и ритуалы, обряды, какие можно сделать. Вы там можете посмотреть что-то интересное для себя, чтобы ваши желания исполнялись. И также второе видео – это 12 дней после дня рождения, чтобы провести их правильно и чтобы целый год вам везло. Итак, давайте смотреть. Четыре сферы жизни. Первая сфера – это любовь. Смотрите, любовь. Вторая сфера жизни – это работа. Третья сфера жизни у нас – финансы. И четвертая – это здоровье. Итак, смотрим на карты и расшифровываем. Ну, что можно сказать? Первая карта – любовь. Конечно же, вы встретите человека, которого хотели и давно искали. Любовь. И тем более карта «Влюбленные». Вы видите на этом аркане только две фигуры. Здесь нет карты выбора. Однозначно вы найдете своего человека. А если вы в отношениях, то у вас будет чудесное, прекрасное, такая романтическое время, романтическая сказка. Что касается работы «Двойка чаш», здесь, знаете, может быть даже романтические отношения на работе. А может быть, это, знаете, партнерский союз. Это тогда, когда вы находите себе клиентов, если у вас клиентская база. Или партнера хорошего можете найти. Или, может быть, это, знаете, хорошие коллеги вокруг вас. Кто ищет работу, обязательно найдет. Вот, знаете, это вот как содружество какое-то. Обязательно партнерские такие соединения будут. И посмотрите дальше. Следующая карта «Восьмерка ЖСов». Это у нас сфера денег. Что касается денег, здесь, конечно, вам придется, знаете, выбивать эти деньги, я бы сказала. Да, просто так они вам не достанутся. Мало того, что вы их заработаете, но вам потом еще нужно будет их каким-то образом выколачивать. Вот так вот эта карта говорит. Но вы это сможете сделать. Вы сможете. И карта «Здоровье». Посмотрите, карту рекламную я никогда не убираю из колоды. Я ее всегда заговариваю на то, что это, знаете, приятная неожиданность. Это даже лучше того, что вы ожидали. И если вы рассчитывали, что, может быть, старые какие-то болячки вылезут у вас в этих двух месяцев, или хроническое какое-то заболевание, нет. На самом деле вы будете выглядеть прекрасно, чувствовать себя замечательно. Со здоровьем в эти два месяца у вас будет все превосходно. И сейчас мы посмотрим еще карты сюрпризы. Колода «Ленорман». Колода «Ленорман». Три карты мы вытаскиваем. И смотрим, что же ждет, дорогих моих весов в этот период времени. Итак, карта рыбки. Карта рыбки, посмотрите. Карта рыбы – это чудесная карта. Это исполнение желаний, это богатство, это деньги, это любовь, счастье. Это все, что вы можете только себе пожелать. Вы можете загадывать все, что угодно. Желание ваше исполнится. Кто захочется беременеть, кто хотел, долго ждал, обязательно это случится. Карта семьи, карта семьи и брака. И карта семейная, карта аисты. Вы будете видеть свое гнежество и создавать какие-то новые отношения. Но также это карта перелета, переезда. Может, вы куда-то собираетесь поехать в какое-то романтическое путешествие. Может быть, у вас, знаете, вторая половинка будет из другой страны, из другого города. И вам придется переезжать к нему или к ней. Или он к вам переедет. Это очень хорошая карта. Смотрите, карта солнца. Карта солнца. Вообще, карта солнца – это счастье от обыденного и исполнение всех ваших желаний. Это прекрасная, теплая, счастливая карта. А теперь посмотрим следующую колоду. Сейчас мы узнаем, какие сюрпризы еще ждут мои дорогих весов. В августе и в сентябре. Три карты. И сейчас будем смотреть, что у нас здесь. Итак, смотрим. Первая карта – двойка жезлов. Но здесь партнерские опять отношения. Вот смотрите, сколько у вас. И карта влюбленные две фигуры. Двойка чаш, двойка жезлов. Вот все, что касается… Вот вы найдете второго партнера. Здесь будет однозначное партнерское какое-то соглашение. Может, действительно, это как-то и с работой, и с любовью связано. Но вот, понимаете, в эти два месяца вам все будет удаваться легко и просто. Кто ищет работу – найдет. Кто ищет партнера – найдет. Кто ищет клиентов – тоже найдет. Вот партнерство здесь однозначно идет. Все найдете, что захотите. Карта башня. Карта башня. Ну, это может быть, знаете, серая, скучная офисная работа. Это, знаете, вот, ну, почему-то мне всегда идет, когда эту башню вижу, мои предыдущие работы, когда я работала главным бухгалтером или финансовым директором, ой, это было очень тяжело. Эти четыре стены постоянно каждый день видеть, эти отчеты, цифры. Это просто был дурдом. Вот я, когда эту башню вижу, я вспоминаю вот такую вот работу. Эти вечные командировки, цифры, начальство, подчиненные. Ну, просто жуть. Вот почему-то мне такая вот карта идет, что это такие вот будни, которые вас будут вот просто гнести, вот гнетут, да, вот омрачать ваше настроение. Потому что август и сентябрь, бархатный сезон, захочется куда-то выйти, погулять, развеяться. И вам приходится работать, будет работы много. Вот смотрите, король жезлов. Для девчонок это знакомство, или же когда рядом с вами мужское плечо, когда вы можете довериться, да. Или же это карта для мужчин, как какая-то ступенька наверх. То есть какие-то достижения, карьерный рост может быть. Вы как-то проявите себя в этом месяце. Теперь посмотрим карты от ангелов. Что скажут они? Три карты. Слушай. Предпринимательство. И обращай внимание на знаки. Давайте сейчас мы посмотрим эти карты. Итак, первая карта. Слушай. Посмотрите на нее, и я прочитаю вам ее содержание. Усмири свой разум и услышь наше заверение в том, что мы обо всем позаботились, пребывая в спокойном и смиренном состоянии, не волнуйся об истинной природе своих желаний. Только спокойный разум в тишине может ясно услышать нас. Вот наша просьба к тебе. Слушай. Чудесная карта. Следующая карта. Предпринимательство. Вот я говорю предыдущие. Видели карты партнерские отношения? Очень много двоек идет. Посмотрите на эту карту, и я зачитаю вам ее содержание. Предпринимательство вполне соответствует вашим природным склонностям и намерениям. Работая на самого себя, вы следуете своей интуиции и божественному руководству. Мы ваши сотрудники, ваши товарищи по команде, всегда хранящие верность вам и помогающие добиться успеха во всех начинаниях. И последняя карта в сегодняшнем раскладе, это обращай внимание на знаки. Посмотрите на эту карту, и я зачитаю вам ее содержание. Знаки, которые ты получаешь, неиспосланы тебе свыше. Мы оставляем на твоем пути перышки, монетки и другие предметы, чтобы ты чувствовал, мы всегда рядом. Так что смотрите под ноги. Скорее всего, вы найдете перышки. Это знак того, что мимо вас только что пролетел ангел и дал понять, что вы не одиноки. Поднимите всегда это перышко, и оно принесет вам счастье. Вот такой вот чудесный расклад сегодня был для дорогих моих весов. Я надеюсь, он вам понравился и был полезен. Я еще раз хочу поздравить вас всех с такими замечательными праздниками, с днями рождения вашими. И пожелать вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви. И всего самого наилучшего в мире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok